Телефонные мошенники пытались развести губернатора Михаила Катюкова. Глава региона рассказал об этом на заседании коллегии краевой полиции. Там сегодня подводили итоги работы ведомства за прошлый год. Оказалось, количество так называемых дистанционных хищений выросло почти на 50%. За год мошенники увели у доверчивых красноярцев больше 100 миллионов рублей. Только 38 из них полицейским удалось вернуть. Оперативники разработали алгоритм расследования IT-преступлений. В Красноярске даже вынесли первый в стране приговор курьеру телефонных мошенников, который забрал у пенсионеров больше 3 миллионов рублей. Возвращать деньги губернатора полицейским не пришлось, хотя они наверняка смогли бы. Но Михаил Михайлович не повелся на уловки. Просто находился дома, звонок поступает. Вам звонит ваш сотовый оператор, тут заканчивается номер действия вашей сим-карты. Понятно, что это сразу мошенник. Поэтому сразу такой звонок нужно прекратить. Тем более сотовый оператор должен звонить с номера, который показывает, что это сотовый оператор, а не какой-то случайный номер, плюс 7, девятки и так далее. Это обычная практика. Желательно не брать звонки с незнакомых номером. За решеткой находятся и те, кто украл деньги со счетов Олега Митволя и предпринимателей Быкова и Егорова. Отчитались полицейские не только о телефонных мошенниках. Начальник главка Александр Речицкий заявил, что в полиции знают, где сейчас находится беглый предприниматель Роман Гольдман. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинения и объявят в международный розыск. Все будет зависеть от той страны, где существуют межгосударственные вопросы взаимодействия по выдачу тех или иных преступников, которые требует Российской Федерации. А сейчас известный мир находится? Я пока не буду комментировать. Мы знаем. Это недружественная сторона.